Вечная память героям-землякам деревни Салманово, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Старостен Фёдор Петрович, Суханов Михаил Васильевич, Яковлев Виктор Иванович. Минута молчания. Возложение цветов и праздничный концерт в честь ветеранов и тружеников тыла, а также погибших в годы Великой Отечественной войны героев. 9 мая в Салманове к мемориалу «Живые камни памяти и скорби» почтить память павших воинов пришли местные жители и депутаты от «Единой России». Память наша будет вечна. Наши внуки, правнуки, наши дети. Должны помнить об этом. 9 мая – День Победы, День Огромного Счастья и Великой Скорби. Праздник со слезами на глазах. Ныне живущие воздают дань памяти героям Великой Отечественной войны. Поднимают архивы и вспоминают семейные истории. С 10 лет я уже с отцом, ветераном Великой Отечественной войны, ходил на обелиске. И глядя на его форму и на медали, ордена, я говорил, ну ты же герой. Вот у них было свое понимание. Герой, кто погиб. А мы воевали и остались живы. Монумент «Живые камни памяти и скорби», установленный в деревне Салманово, посвящен погибшим героям, ветеранам и работникам тыла. На центральном камне высечены имена тех, кто в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт и не вернулся. Но память о них продолжает жить вечно. У нас великое прошлое, героическое прошлое. Мы потомки великих победителей. Это неоспоримо. Это в нас есть. У нас ген победителя, у нашего народа. Лия Старцева пришла на мероприятие с родителями. Возлагать цветы к памятникам и обелискам, посвященным героям Великой Отечественной, семейная традиция. Всем важно знать свою историю, потому что это память и плюсом это гордость за свою страну и за своих защитников. После торжественной части для участников мероприятия выступили артисты молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». В стиле выступления «Агитбригад» они представили программу с песнями военных лет. Пока жива память, живы герои Великой Отечественной войны. В сердцах людей никогда не померкнет подвиг солдата, ставшего на защиту своей страны. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».